Умери летние дожди, но сказала Нинку, подожди, но не стала Вовка Нинку ждать, остается с вами пожирать. Да, ребят, всем привет, вы на канале переоткрыли, что у нас на улице, такие вкусные тефтельки, все, вкусные тефтели, да с макаронами, да овощей, да с салатом, хлеб купили, вот такой вот вкусный, смотрите, желтый, картофельный, с луком, очень вкусный, я прям обалдена, мы уже пару кусков съели, он мягчайший, смотрите, прям, ваа, ваа, какая вкуснятная, У нас все вкусная еда, вот, куши, куши, мой дорогой, хороший, пробуем тефтельки, какие у нас получились, немножко макароны, макароны, в общем, всем приятного, аппетит, попробуй, какие-то овощи, вичины, да, а ты не хотел добавлять. Вкусно, так маринад получился, макаронами, перемешай, хорошо, кстати, получилось. И, смотрите, тефтельки, они даже нифига не распались, они как были, они, прям, такие крепенькие получились, хорошие такие. Всем приятным, аппетит, мы прям голодные, что-то нагулять. Нагуляли, аппетит. Сучка вкусно, мы сейчас еще перцы забили, раз у нас получилось, три перчика всего. Там был фарш, ну да, ну, я как бы брала, брала в морозилку, если будем так, все еще раз делать, еще сделаем, ну, лишний будет. Может купить фарш или сделать. А зачем покупать фарш, у нас есть котлетные, бипсинцы дела, нафига вы покупать, ну ты сделал, все. Ммм. Наши забыла. Рис купить. Зачем? Ну, вот для вот таких и дел. Ммм. Он будет, сей, 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 сей. Не, вкусно, вкусно. Какой рис? Ну, вот я здесь использую в Краснодарский. Я обожаю в пакетках. Я уже не умею варить обычный. Ох. И не умею рассчитывать количество воды. Там почка сколько воды, если ты, если ты не делаешь пол. Ммм. Лучше как вкусно. Ммм. И там нежнайченьки. Вот такие нежные-нежные, нежные, внутри получились. Ммм. Видите? Вот такие вот они, тефтельки в разрезе. Ммм. Отлично. Ммм. Чеснокон. С кучей вот этих овощей. Ммм. Чеснок, вкусно. Девкин, я никогда не покурюю. Я очень этого хочу, но никогда не покурюю. Пока таков вкусно, достали. Ммм. Холеб. Скажите. С овощным салатом. Ммм. Обожжусь. Повторяй молдой. Чуть. Что я думаю, может, зря я тебе два положил. Чего? Наймаленький положил. Который центральный и по-другому большому. И другая полтора. Ммм. Ну, просто они пока свежие, они вкусные. Хочет их от наеста. Ну, очень вкусно. Ммм. А что будет не очень? Завтра будут тоже такие. Не, они тоже будут вкусные, но... Пока они прям свежие, свежие, они самые вкусные. Поэтому что вы ковицы наедимся. Макарошка варил прям чуть-чуть. Часто так. Смотри, вот так вот я перемешала. Все вкусно. И, кстати, с перчиком и солонышкой сверху прям. Ммм. Перчик зашел. Угу. Как хорошо вот эти сверху томаты. Ммм. Снимаю свои претензии. Хорошо, что сверху есть вот эта вот овощная штучка. Зажарка. Угу. Как вкусно. Прям обалдение. Объедение. Самое главное, подливочек такая же. Вкусно. Кстати, подливки было не так много. Знаешь, вот я сейчас клала. Я просто прям с овощами кинула и все. Да что яичек был меньше. Мало. Вообще, они делают, чтобы они чуть-чуть выглядывали из-под воды. Нет, это понятно. Но они были вещь какая-то. Они все в овощах были. Да. Хорошо получается. Он прям сочный смертный. И все еще замечательно. Ммм. Это вкусно. Кто там говорил, котлеты, котлеты? Не всегда котлеты. Есть еще что-то? Болевкусное, да? Да. Один лишний перчик был. И все. Салат парен. Все. Мне надо брать этим. Завтра изгостан. Тебя? В столовую ную мать. У нас двоих надо брать. Повышать. Чтобы люди... Не, вот так, знаешь, как руководить. Там, типа, потереть, добавить. Это вот нормально. То, чтобы не выполнять вот эту черновую работу, когда ты уже готовишь. Он все, да? Начал до конца. Вот именно руководить, чтобы вот именно... И этого добавить. В ресторане, как делается. Там же есть цех. У меня заготовок. Ты туда приходишь, говорят, сколько надо чипло. Вечером. В следующий день приходят, уже все готово. Чищено. По сути, делается не сложно. То есть быстро все делается. Просто нужно, грубо говоря, что-то почистить, подготовить и так далее. У меня классная тифтельфия. Просто так вот. И мясо, в принципе, неплохо сошло. С луком. И знаком. Дашь мне эту алфетку. Чего тебе? С алфетку. Спасибо. Там еще шесть штук осталось. Но там остались шесть штук больших, кстати. Ну вот, растянем еще дня на три. Мы не умеем готовить на один день. И мы сразу, как говорится, на несколько дней. Мясо и надо готовить. Ты попробуй сам, тифтельфик. Ты даже не попробовал еще. Что? Макароны уже не ест. Я знаю, что они вкусные. Я тут восхищаюсь. Они тут макароны ездят, и все и восхищаются. Софи. Я тоже знаю, как я делаю. Ой-ой-ой. Кстати, по сути нормально получилась. Солочек. Очень хорошая моя... Это вселенская обжираловка. Ты прям так их решила съесть? Я бы вас снизу не подгорят. Не, ну не подгорят. Чувствуешь лист такой? Лист, кстати, хорошо. Видишь, он достаточно такой мягкий. Получается. Не сухой. Не сухой, да. Хороший лист. В общем, без слов, одни эмоции. Хлебушка ты бери. Хлеб прям тоже сказка. Первый раз я там увидела такой хлеб с луком. Просто не смогли пройти, но он еще мягкий такой. Только даже сладкий. Даже не ожидала, что лук будет сладким. Ты уже объелся. Я за голодным краем. Побольше, побольше. Только глазами цветы. Да. От Несса. Может, не будешь тебя отъедать? Ты все подаешь? Останешь мне, да? Нет, давай уберем обратно. Фиг тебе осталось. Фиг тебе осталось. Ну, они достаточно большие. Чертель-то твоя. Макароны вылавливает. У человека вот обязательно пунктик. Он тоже сейчас есть весь гарнир. Так потом приступает к основному блюду. Это вдруг... Приступает к мясу. Да, да, да. В общем, съедаем порцию трех взрослых мужиков. Раздельное питание. Да. И ты так себя успокаиваешь. Ммм, хлеб вкусный. С салатом. Эмтима. Вот мне на самом деле хватило бы одном салата. Это должно быть. Но я не могу. Зажались. Это вам. Как вот... Хоть как. Он же готовит невкусно. Здесь они были такими-то. Сухими. Они сочные. Вкусные. Мягкие, да? Главный сочный. Я была, что они развалятся. Это как кашка. С какого? Нет, не мягкие. Эх, обожжился. Вот я себе туда добавил два яйца. Они были жесткие. Да? То есть, такое количество лучше одно. Там где-то идет одно яйцо на килограмм. Фаршок. Вяс. Угу. Ну, там еще лук был. Ну, что? Ну, что? Немножко. И очень вкусно стоит. Прямо вкусно. И вот этот вот томат, кстати, надо еще сказать. Все вот это обжарки твои не видно. Ну, немножко схватились. Ты же видел, когда ты переворачил? Очень вкусно. Ну, просто, девочки, все просто не представят, насколько они вкусные. Ну, просто прям, угу. Приготовьте по-уфинному рецепту. Не поджините. Еще раз. Надо сказать, подпишитесь и увидите. Вот Лаван знает, что у него. Вот, объединяет нас жратва. Любим пожирать. Вкусно приготовить. Для себя любимых. Сейчас еще. Поищу за громад своих. Как лучше приготовить вырезку. Ой, он мне всю душу вытряпал с вырезками. Вообще. Вот он увидел вырезку с парой по 500 рублей. Вот она, знаете, черниговская, чернишихинская, да? Черкизовская. Черкизовская. Вот он мне всю душу вытряпал с этой вырезкой. Там 500 рублей за килограмм. И что? Ты считаешь, это дешево? Ну, там свиная вырезка. Мы такую брали на Новый год две. Я помню, как ты ее готовила, она сухая получилась. Мы готовили горчицу, да. Она суховатая была. Ну, как я не хочу из-за этого. В этот раз я хочу, чтобы она была сочной. Я, возможно, даже не запекать буду. Не совсем запекать так долго, да? Возможно, я ее разрежу на две части, чтобы они получились. Конечно, да? Да. Вот на этой сковородочке их. Обжарить? Я ее обжарю просто. Она сильно разогретый. Чуть-чуть. Потом запеку. С всех сторон. Еще Лаваня проснулся кулинарной геейне. И похвалили. Все. Он решил это. По-кулинарной честь. Не, иногда у тебя хорошо получается. У тебя, кстати, очень хорошо получаются котлеты. Все эти разные. Котлетообразные. Кефтери, котлеты, фарикадельки. Где-то ее не отнять. Похоже, ты в армии на котлетном цехе стоял. Не. Я готовил все. Я тебе рассказывал, как... И гуляши. Пришел на корабль, а там было 40 килограмм селедки. Не? Причем реально селедки. Я бы даже сказал, пересоленый. И еще. Тот кок, который там был, дедушка мой, он знал, что с ней делать. Иногда я просто запекал кусками в духовке. А кто хоть раз жил с корейцами, они иногда делают такую... Запах стоит просто ужасный. Какой-то там сюстреминг? Типа того. Ставь соленую селедку и в духовку ее запечь. Какой запах там будет стоять? Так вот. Блин. Вкуснейший. Что же я придумал? И что же ты придумал? Да. Что? Когда мне показывал продсклад, что там есть. Это все приодел. Разделать это умеешь? Селедку на филе без кожи, без всего. Вечерком займемся. 4 ящика стоит, да? Там 2 ящика было. 2 коробки. Мы взяли одну коробку, распотрошили ее, пригласили к Михалычу. Это еще один дедушку мой. Михалыч был электриком, но так как кок был один, его поставили коком. То есть он умел. У меня уже не есть. Мы втроем быстренько разделали на филе. Потом взяли несколько кастрюлик. Говорю, ну что, берем перчик чуть-чуть прям и складываем, перекладываем так эти и маслицем заливаем растительным. И в итоге? И на правосклад спускаем. И в итоге? Говорю, а завтра, говорю, можно подавать вместо салата как закусочку. О, молодец. Нет, суки, знаете, девчонки, вот когда мужик умеет готовить, когда он действительно хорошо готовит, это опасно. А с таким мужиком, девчонки, никогда не похудеешь. Никогда. Он еще собаку готовит, так вкусно. Знаете, мне кажется, причина развода будет это, потому что слишком хорошо готовит. Не могу похудеть. Госпожа судья, или как там, господин судья, это женщина похудит. не могу похудеть. Хочу развесить салата из-за того, что он хорошо готовит. Никогда не похудею. Мне, кстати, все мушки, почему-то умели хорошо готовить. Вот с какими мужиками не, так сказать, общалась, там, либо в дружеских, либо там, в таких, так сказать, интимных отношениях, все, почему-то, готовить умели. Кто-то получше, кто-то. я выбрала повара. Я выбрала повара сразу. Все вот какую-то тягу вот имели именно в готовке. Почему, не знаю. Дайте, это я притягиваю, я сама как пышная женщина, и притягиваю таких мужиков. Хотя, на самом деле, мне кажется, сейчас, знаете, в последнее время очень многие мужики, ну, мужчины, назовем их, они более, так сказать, одиноки. Вот. А кушать-то хочется всем, приятно. А денег-то на, знаете, постоянно вот эти вот, там, доставки и прочее, это не у всех есть много, и хочешь, не хочешь, начинаешь готовить. У тебя мама хорошо очень готовит, поэтому ты как бы у тебя... Дело даже не в этом. А, сейчас, вот смотри, у тебя вообще тоже хорошо. У тебя в крови-то. Даже дело-то и не в этом. А в чем? А ты живешь один, ты потихоньку начинаешь готовить. дядь Лёша, ты один живет очень. Ну, что он? Готовь, ты не умеешь это. Ты у меня макароны учил варить. Научился. У меня макароны учил варить, в принципе. Как ты, все любишь, в Ютубе есть все? Ну, это да. Не, понимаешь, у кого-то есть вот именно, вот, ну, талант, то есть, ну, получается. А кто-то вот действительно, как бы, кого-то нужно учить, даже макароны варить. Вот так вот. Как у нас мастер говорил, когда учился, на поваров, самые лучшие, вот это, мужики. Кстати, да. Вот, знаете, вот при всей моей феминистической натуре, всякие мужики лучше готовят. Женщины, они как-то, знаете, они больше, порывы, порывы мужики, они больше вот так вот четко. Почему все повара пьют? Пьют или бухают? Пьют. Алкоголь. Я не знаю. Потому что на следующий день, утром, у тебя состояние пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах, или у тебя обостряются все обонятельные и вкусовые эти, обостряются. То есть, ты более четко чувствуешь. Хочешь мне сказать, что ты каждый раз перед готовкой бухаешь? Нет. Я тебе просто говорю, что... Мы вот пивка взяли. Что, мы зато что-то готовим? Шеф по Геммара, вот у нас шеф был, да, который это меня учил в ресторане, другим блюдам, он каждый вечер пахнил в бар. Каждый вечер. Это у него как традиция была, ходить в бар. А утром приходил часов 10, это начинал готовить. Причем, когда ему нужно было это, сделать новое меню, он именно ходил в бар и прям по страшному бухал там. Нет, ну ты знаешь, что-то у многих бухают из-за того, что очень, так сказать, и нервная работа. Тоже верно. А особенно на кухне, когда запара, там вообще трава. Орешь, кричишь, да. Там все орут, все кричат. Мы даже с тобой, когда мы готовим вместе, да, тоже друг к другу подлаиваем. Но с другой стороны, мы же не лаем, потому что вы прям вот, там, ау. Но, что самое главное, никто, никого не обижается. Да, самое главное. у нас с тобой, мы тоже вот ругаемся, не будет. То есть, друг к нам, блин, друга орут, но никто не обижается. Так мы с тобой и обзываемся. Потому что все понимают, что если ты не будешь орать, значит, все будет идти медленно. Да. Значит, люди начнут уходить, потому что долго ждать. Да. Есть определенные нормы дачи блюда и готовки его. Так что, знаете, когда вот вы ругаетесь, не всегда, знаешь, вы прям ругаетесь. Я как-нибудь говорю, ой, как такое можно терпеть, там, или, мы просто уже друг друг друга орем просто для того, чтобы какое-то действие получить, чтобы либо подогнать, там, или еще что-то. Но мы знаем, что это на самом деле сказано не со зла. Потому что даже вот интонация, она по-разному ложится, когда ты вот действительно разозлен на человека или когда ты просто так вот, ну вот, вырывается у тебя, чтобы побыстрее, поскорее. Ты не можешь там сказать, там, будьте так любезны, милостивы, сугры, там, ля-ля-ля. Ну да. В общем, вы понимаете. В общем, девочки, подписывай наш канал, кто любит вкусно и много кушать. Вот, классные рецепты от Вавана, да. Мы готовим. Ваван готовит, я ем. У нас отличный тенденок. Дегустируем. Пол кастрюли борща всасываю. Да-да-да. Поздравляю. С сметаной. Со сметаной, все-все. И махинезом. Да. Ладно, всех любим, всех целую, и в следующий выпуск обязательно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.